Миллионы гривен, которые зарабатываются на сострадании. Целая армия ряженых с протянутой рукой выходит на промысел на улицы украинских городов. Под надежным прикрытием смотрящих и правоохранителей. Нищая мафия очень структурированная и работает по четким правилам. Расписаны все. Районы, роли. Руслан Смещук на один день решил примерить на себя роль бизнесмена в лохмотьях. Чем закончился его эксперимент, сколько ему удалось заработать и сколько в день выпрашивают профессиональные нищие. Влагостные старушки, коллеги в камуфляже, матери с младенцами и опустившиеся интеллигенты. Все это хорошо известные образы уличного нищего театра. В артистизме профессиональные попрошайки не уступают профессиональным актерам. Откуда родом бабушка? Эта история стала известна всей Виннице. Несколько дней подряд кроткая старушка опросила деньги. В какой-то момент горожане заподозрили обман. Божий одуванчик скрылась в ближайшей подворотне. И произошло чудо. Бабуля сбросила лет 30. Ох, как хорошо. Но ее поймали уже на следующий день. Оказалось, псевдо-старушка гастролерша из Закарпатья. И в Винницу их приехала целая труппа. Сколько вам роки? 30-30. 30-30. Ох, а казалось мне, что 60. А мне 70. А мне требовалось жить назад. А чего вы не идете проживать? А кто бы не видел? Дайте, дайте. С началом войны на Донбассе у нищей мафии появился новый образ. Искалеченный солдат. И у Андрея, отсидевшего за кражу, теперь новое амплуа. Прошел людей, чтобы было за что жить. На жизнь я прошел людей. После того, как его убедительно попросили таким не заниматься, он переезжает в Киев. Ну что, мы что бы договаривались? Мы сказали, что я... Можно до вечера сегодня... Разминтовые руки. 152 гривны за 4 часа. Его опять передают полиции. Впрочем, тщетно, вскоре он опять попадает в объектив и снова с перемотанными руками. Именно ветераны АТО зачастую и борются с мошенниками в камуфляже. Как в Днепропетровской области. Доходчиво объясняют, что так делать не стоит. В нашей регионе это очень сложно сделать по одной простой причине. Потому что все друг друга знают. Несмотря на то, что нас больше всех, в этом есть наша сила. То есть, если в Киевской области приезжают со всей Украины, там сложно найти какие-то взаимосвязи. И можно рассказывать все что угодно. Все в достарушке, солдаты или калеки. Все они попадают под статью Уголовного кодекса мошенничества. Но привлечь их к ответственности довольно сложно. Мы решаем провести эксперимент. Выдать себя за попрошайку. Перед этим консультируемся с сотрудником угрозыска. Ищая мафия, структура с четкой системой. Действует группами и под руководством смотрящего. Он гарант безопасности и получает определенный процент. У каждой группы своя территория. Тоже у них есть свои правила. На чужие территории они обычно не заходят. Так как между ними могут возникнуть конфликты. И иногда даже приводящие к тяжелым последствиям. Для перевоплощения вначале немного грима. Одежда опустившегося человека и на промысел. Прошу на еду. Свой эксперимент мы начинаем на Подоле, в районе Контрактовой площади, в пешеходной зоне. Но вот единственное, что оператор говорит, что у меня слишком чистое лицо. Поэтому последний штрих. Добавим, так сказать, крашу. Несколько минут с протянутой рукой и первые заработанные гривни. Спасибо вам большое. Береги вас Господь. Не очень охотно, но все же прохожие подают. Еще очень важное замечание, что все собранные деньги мы в конце нашего эксперимента перечислим в благотворительный фонд, в помощь тем людям, которые в ней реально нуждаются. А сейчас мы поменяем локацию. Вот здесь находятся летние террасы и мы попристаем к людям. Вот так часто делают нищие. Впрочем, некоторые люди реагируют адекватно. Не поможешь. Почему? Потому что в вашем возрасте можно работать. Крещатик, центр Киева. Мы продолжаем свой эксперимент. Сегодня в несколько другом образе. Сколоченные волосы, старое пальто и кроссовки. Но поначалу дело не идет. Перемещаясь к метро. Ну, пока оператор... Спасибо. Пока оператор перекадровывался, мне дали 4 гривны. А сейчас, как вы видите, еще жетончик от метро. Нормальное место. Работает. Вокруг масса конкурентов. Подсматривают, так сказать, производственную хитрость. Нужно становиться там, где люди достают деньги. Тогда можно рассчитывать на сдачу. Например, как эта бабушка у киоска. Впрочем, даже такому неубедительному попрошайке, как я, по чуть-чуть подают. Вот эта позиция намного лучше. Плотный человеческий поток. Минут за 10-15. Мне тут дали каких-то денег. Жетончики на метро. Монеты. Поэтому эта позиция лучше. Но так как оператор подошел, я ее рассекретил. Сейчас мы переходим в другое место. Конкуренты смотрят враждебно, но не подходят. Мафия попрошаек иногда позволяет работать на своей территории. Но только непрофессионалам, людям, которые реально просят на пропитание. Ну а мы, похоже, на профессионалов не подходим. Профессионалы зарабатывают в несколько раз больше. У меня был случай. Мы шли по Софиевской площади с товарищем. Подошел парень и говорит, дайте денег. Мы говорим, так иди к нам в организацию работать. А он говорит, а вы будете мне давать 1800 гривен в день? А мы говорим, ну, 54 тысячи в месяц, конечно же, нет. А он говорит, а я здесь зарабатываю 1800, это в плохой день. Заработки нищей мафии – это миллионы. Активисты из организации «Стоп коррупции» периодически борются против аферистов с протянутой рукой. Но пока не очень успешно. Там, где большие деньги, хорошая крыша. Полицейская. Это подтверждает и наш источник. На железнодорожных вокзалах работают патрули, которые, естественно, в курсе происходящего. Это не относится к высшему руководству, той же полиции. Это все решается на уровне руководства, допустим, того же ЖД вокзала. Естественно, эти попрошайки работают с их ведомой. Они забирают с них там энную сумму денег. Ну, как правило, это 20%. Но пока нищую мафию не победить, эта система четко работает под надежным прикрытием, зарабатывая миллионы на человеческом доверии. Руслан Смещук, Елена Миндалюк, Геннадий Аникенко, Никита Исайко и Валентин Белич. Подробности недели в телеканал «Интер». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!